Следственным управлением и сотрудниками ОНК МВД в ходе следственных действий и оперативного сопровождения уголовного дела, которое было возбуждено по факту незаконного сбыта межрегионально организованной группой сильнодействующих веществ из аптечных учреждений АДГ и Краснодарского края, выявлены признаки преступления, предусмотренного статьей 210 УК России «Организация преступного сообщества». Установлено, что 36-летний ранее судимый житель Краснодарского края с августа по октябрь 2020 года в разные периоды времени вовлек возглавляемое им структурное подразделение преступного сообщества 21-летнего и 28-летнего жителей Краснодарского края, а также 25-летнюю майкопчанку. Обе фигурантки из аптечного учреждения в городе Майкопе в вышеуказанном периоде осуществляли незаконный сбыт потребителям сильнодействующих веществ лирика и различных таблеток. Кроме этого, они составляли отчеты о работе с указанием полученного дохода. 21-летний житель края, согласно роли, отведенной ему руководителем структурного подразделения преступного сообщества, контролировал аптеку, расположенную в арендованном помещении в Майкопе. Он обеспечивал слаженную работу преступной группы, а также осуществлял координацию действий, вовлеченных во все это, так называемых продавцов. В помещении были оборудованы особой категорией технических средств, адаптированных к потребностям организации, занимающихся продажей лекарственных средств. В результате проведенных полицией обысковок мероприятий на территории Адыгея и Краснодарского края изъято документация, денежное средство, более 10 коробок с лирикой, жидкостью, пузырьках, с сильнодействующим веществом тропикамид. В настоящее время следственным управлением МВД по республике Адыгея возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 ст. 210 УК России «Организация преступного сообщества». Оба фигуранта арестованы и содержатся под стражей. Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Сотрудники полиции и следователи МВД проводят комплекс мероприятий и следственных действий по установлению иных фактов противоправной деятельности, подозреваемых и важных обстоятельств. Министр Иван Бахилов провел одну из первых своих рабочих встреч с председателем общественного совета при МВД Асланом Тхакушиновым. Обсуждался ряд важных моментов как в работе ведомства, так и самого совета. Общение начиналось с рассмотрения аспектов взаимодействия и плана работы совета на ближайшее время. Аслан Тхакушинов проинформировал главу МВД о том, что длительное время в состав организации входят уважаемые и авторитетные люди. Они представляют различные сферы жизни – общественную, религиозную, спортивную и культурную. Активно используется и богатый жизненный и профессиональный опыт ветеранов ОВД Адыгеи. В ходе встречи Иван Бахилов отметил важность участия представителей совета в мероприятиях различной тематики и направленности, проводимых сотрудниками регионального МВД. Он подчеркнул, что для эффективного решения проблемных вопросов, связанных в том числе с ростом числа мошенничеств и их профилактики, необходимо использовать все имеющиеся инструменты, включая положительный опыт других регионов, принципиально новые наши идеи и разработки. На наших глазах ряд профессий уходит из нашего обихода, и уходит из нашего обихода понятие традиционной общеуголовной преступности. Преступность уходит в киберпространство. И, как правило, объектами этих преступлений являются люди более старшего поколения. Я говорю обойти мошенничество. Также внесено предложение по рассмотрению на предстоящем заседании вопросов участия представителей совета в профилактике наркомании, особенно в молодежной среде и более эффективного информирования граждан. По завершении встречи Иван Бахилов и Аслан Хакушинов поздравили члены общественного совета, председателя региональной федерации баскетбола республики Адыгея Андрея Синельникова, который 6 апреля отметил 60-летие. Сотрудниками Управления экономической безопасности МВД региона во взаимодействии с коллегами из МВД России и Управления по финмониторингу по ЮФО задокументирована схема легализации группой лиц по предварительному сговору денежных средств в особо крупном размере. Установлено, что двое жителей Краснодара в возрасте 50 и 65 лет, являясь руководителями крупных ООО по производству и переработке сельхозпродукции, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, давали неосведомленным об их преступной деятельности наемным бухгалтерам подконтрольных организаций указания о перечислении похищенных у одного из банков средств в сумме более 2 млрд рублей. Следственным управлением МВД по республике Адыгея возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, ответственность за которое предусмотрена пунктом B, частью 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса, то есть легализация или отмывание денежных средств приобретенным лицом в результате совершения преступления. Обоим фигурантам следствием избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. К настоящему времени допрошено свыше 100 человек, проведено 9 судебных экспертиз, в том числе финансово-кредитные, почерковеческие и другие. Завершено несколько десятков обысков на территории республики Адыгея Краснодарского края города Москвы. Изъята бухгалтерская кредитно-обеспечительная документация. В результате профессиональных действий следствия и сотрудников полиции в целях возмещения ущерба, причиненного противоправными действиями подозреваемых, к настоящему времени наложен арест на имущество на общую сумму свыше 1 млрд 200 млн рублей. Идет работа по линии НЦБ Интерпола по установлению выведенных за рубеж активов и розыску лиц. Добавим, что санкция соответствующей статьи УК России за данные деяния наказания в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Полиция разыскивается пропавший Алексей Простокишин, житель города Могоча Забайкальского края. 9 марта он ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы подросткам. На вид 15-16 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, глаза зеленые, волосы темно-русые. Был одет в черную шапку, синий пуховик с капюшоном, черные штаны и сапоги, термобелье и красную футболку. При себе имел мобильный телефон. Информацию об Алексее Простокишине можно сообщить по телефонам. В Майкопе 59-64-00, 52-57-27, в Забайкальском крае 23-57-08, 8-924-371-76-45 или на 02 в ближайший отдел полиции. Субтитры создавал DimaTorzok